Итак, снова здравствуйте, это снова Курящий из окна, и сегодня что-то у меня немножко странная запись, сейчас без 4 минут час ночи, мне завтра на работу просыпаться где-то пол восьмого, но почему-то мне захотелось сегодня попробовать позаписывать и еще провести маленький эксперимент, я вам его обещал, попробовать поиграть после всех патчей в эту игру снова на бьютифл, на запись. И пока вроде бы она не дик тормозит, хотя и снег идет, правда я записываю 60 кадров в секунду, у меня немножечко меньше, но где-то 57-58 показывает. В последней серии Оскар нам сказал, что он что-то стесняется, ему нужна одежда, да, Оскар? Я забыл опять. Кейт Лоппер, вы нашли мне одежду? А, он снова не помнит, что я с ним говорил обо всем, что ли? Ты отлично адаптировался к новому телу. Ха, телу XZ-2001-го поколения с костно-артритной... Понятно, как всегда. Мне как-то можно было проматывать диалоги вроде, или я забыл. Нет, лишь небольшие конструктивные расхождения, основные компоненты... На Е, на В, на это, на это, ни на что не хочет проматывать. Но мы обо всем этом говорили в предыдущий раз, в ведущей серии, вы это видели? Пока, Оскар. Прошу побыстрей. Мои шестерни стынут. Я так думаю, почему-то, что одежду для него можно найти где-то в парке развлечений. Даже не так, скорее всего, надо спросить об этом, мне кажется, шаманшу. Хотя, может быть, все очевидно. Может быть. А может быть, кстати, где-то на пляже оно валяется. Но ведь никто из этих роботов, ну, не роботов, а автоматонов, он же одежду не носил. Так что, это какой-то закос самого Оскара, который нам надо каким-то образом решать. Так что, скорее всего, не появилось где-то на земле новые кусочки чего-то такого. Мне нужен какой-то главный шаман. Вернее, я знаю, кто из них главный шаман. Главный шаман из них шаманша как раз. Что-то я забыл, где мне ее искать. Она на меня наехала. За то, что я... Тут никого. Тук-тук. За то, что я катался на аттракционах и больше ничего не захотел. А, по-моему, шаманша где-то здесь обитала, нет? А, кстати, вполне возможно, что одежду можно на корабле найти. Но я же там тоже все искал. У меня проблема, что я уже все находил, что мог найти. Когда племя может уходить? Если только что-то нового не появилось. Единственное, кстати, я еще не осматривал... Теперь метро. Заново. А, нет, это проход в парк? Зараженная зона. Да, проход в парк мне не поможет. Весь барабур радиоактивен. Караван по нему не пройдет. Я хотел найти именно обратную... Ой, ага. Слушайте, а раньше были чупальцы или нет? Что-то я не помню. Ну, с другой стороны, были или нет, не столь важно. Подождите, сюда я ходил? Что-то здесь появляется. Точечка иногда. Да. Ну, что это опять значит? Ну, точечка. Кейт. Я не в эту сторону бежал. Вот. Четко обозначен проход теперь. Он был вообще здесь или нет? Я что-то забыл. Тем более, что он еще такой неочевидный. Ага. Я не помню, я был здесь или нет. Почему-то еще экран у меня показан теперь как разбитый. Просто это... Не, по-моему, я здесь был. Я помню этого чувака со шляпой. Видимо, они раскопали немножко и перестали, мне просто облегчили попадание к этой тете в метро. Ну, а теперь у меня есть чего проверять. Теперь у меня какая-то новая загадка, куда пропали копатели и уколы. Как-то играется эта тревожная музыка. Видимо, она долженствует показать мне, что я делаю что-то правильно. Здесь же говорилось о том, что музыка нам может подсказывать в этих подсказках. Теотекстовых кейт, не иди на лестницу. Люди, поворачивайся, не будем. Ладно, будем ходить на мышку. Нам завезли ходьбу на мышку. Я очень порадовался этому в предпредыдущей серии. Теперь с лестницы я буду спускаться исключительно на мышку. Кроме ли, на мышку она не путается, в какую сторону она идет. Зато она путается... Куда здесь ходит? Кейт. Ладно, будем комбинировать ходьбу на мышку и на эту. Мне, правда, объясняли, что я, может быть, немножко непривыкший играть. Типа в такие игры. Что во всяких там... Ну, я, кстати, играл в Devil May Cry. Не помню только в какую часть. Где у него там жилища сносят. То ли взрывом, то ли чем-то. Он одевается в полете в самом начале игры. Что-то я такое помню. Ну да, в принципе, такое же управление, когда на клавиатуре направление меняется. И направление ходьбы меняется. Но все-таки здесь, по-моему, это как-то сделано уж излишне топорно и непривычно. Может, просто в Devil May Cry он не ходил по лестницам. Он все-таки ходил просто в разные стороны. Так, я тут осматривал все. Зона более-менее безопасна. Я просто боялся, может быть, сюда пришли... Ну, они раскопали же эти. Теперь она на клавиатуру вообще никуда не хочет. Она и на мышку никуда не хочет. Кейт, блин. Она не должна так опускаться прямо сюда. Она должна опускаться намного ближе. Да чё у меня всё... Глюч-то так страшно. Кейт реально не ходит. Ни на клавиатуру, ни на мышь. Эскейп работает. То есть у меня не отключилась клавиатура, ни сели батарейки внезапно. Мышь тоже реагирует на это. Сейчас как-нибудь решим, наверное. Но очень загадочно. Кейт, отреагируй на это, блин, как-нибудь. Во. Уже... Во! Вышло. Как мило. Да, этак... И снова не ходит. Понятно. Видимо, только выход и вход в игру спасёт меня. Плохо. Перезагрузил я игру, и мне теперь очень интересно. Игра снова не запомнит то, что я сделал хоть что-нибудь? Снова вернёт меня на пляж? Или всё-таки нет? Или всё-таки то, что я вошёл в это метро, что-нибудь дозначит для неё? Грузись! О, слушайте. Реально, то, что я вошёл сюда, видимо, что-то... Но... Куда делись и уколы? Влияет на сюжет, значит, мне определённо надо вниз. Уже лучше. Но страусов выпускать ещё рано. Применять на эту точку ничего нельзя, но пойдём по моему предыдущему маршрутам. Буду надеяться, что в этот раз мне больше повезёт. Уж не знаю, может теперь не экспериментировать на ходьбу и на мышку, и на то, может быть, игра обижается. Когда думает, что я в неё не верю. Куда я ходил-то? Да, туда мне, по-моему, не надо. Хотя, может быть, как раз и надо. Может быть, уколам стало интересно то, что там происходит. Наверху. Я должен это посмотреть. Кейт, шевели. Шевели. Нет, уколов тут нету. Хотя, может быть, теперь они кататься пошли. Но, скорее всего, нет. Шевели в обратную сторону. Тоже, наверное, всё-таки надо общаться с этой тётей. Потому что тётя решение ко всем проблемам. Главное, чтобы меня в этот раз к ней пустили. Потому что, может быть, это какое-нибудь заколдованное место. А, кстати, может быть, у меня теперь откроется этот проход, как раз, который я искал и не мог найти. Это было бы логично. У неё тут хранилище этого, как его, не плутоний, а... Чем убивали Супермена-то? Криптонита, да. Хранилище криптонита. Хотя, с другой стороны, что это Баранур. Всё-таки я всё время в предыдущей серии Баранур на Ходском называл. Если это Баранур, то здесь как раз больше подходит плутоний. Я не могу, милая Женя, нам не быть вместе. О, Петя, почему? Ну, почему судьба так хочет нас разлучить? Это не судьба, пролубка моя. Это наши семьи. Что тут происходит? Я не позволю им силой женить тебя на Татьяне. Как представлю тебя с этой ведьмой. О, я этого не переживу. И если придётся выйти за Юрия тоже. За-а-а. Очень-очень печальная история, мисс Кейтвока. Петя и Женя тьмок-тьмок-тьмок. Но семьи обещают, что Таня и Юра получат деньги про дяди Ёс. Но вы нашли время слезливые мелодрамы слушать. Мы должны расчистить проход до того, как заявится Ольга с полковником. Да-да. И уколы идти копать. Ничего не поделаешь, милая Женя. Нам остаётся только смириться и постараться прожить добродетельную жизнь. Мы не должны уступать им. Может быть. Может быть, если что-то случится с Татьяной и Юрем. Авария на заводе. Например. То есть, понятия-то грибы. Женя, что ты такое говоришь? Очень похоже. Ну, естественно, это попкорн. Теперь они вообще целую фразу не договорили. А я не успел это зачитать, извините, пожалуйста. Так, а всё-таки мне... Она так посмотрела на эту тётю, которая Екатерина, что-то прямо... Нужно её пробовать отчитать за то, что она отвлекает. А, тётя Катерина перестала отдыхать сразу же. Катерина! А, снова вы. Не спаивай моих юколов. А, мне нужно... А, точно! Она же всю шкуру выделывает. Чёрт! Я могу ей сначала отдать ключ, наверное. Ну и? Наверное, она скажет, что я должна отдать ей ключ, тогда она сделает мне одежду. Да, мне неловко вас снова беспокоить, но мне нужна ещё одна услуга. Опять? Вы мне ещё ключ не вернули. Вот ваш ключ. Ещё раз спасибо. Хм, что вам нужно? Одежда. Для Оскара, друга. Он автоматон. М? Понимаете, это для автоматона. Он такой ханжа. Что-то я не до конца понимаю. Ну, неважно. Посмотрите там, в шкафу, с Андрюшиными вещами. Вот вам ключ. Ой, а сразу Оскара в военной форме представил. Только не берите больше, чем нужно, ясно? Эти вещи мне дороги. Как память. Я думаю, Оскар очень пойдёт, то, как он может так выглядеть. Хотя, в принципе, наверное, там одежда уже не военного образца, а такая. Ну и шкаф пригодился. Всё-таки были неверны мои предположения из предыдущей серии, если бы я нагрубил тётя Катя. Мне бы пришлось взламывать шкаф и там искать этот ключ. И неверны были... Представляем последнюю серию вашего любимого сериала реакторы страсти, захватывающего водоворота любви, алчности и плутония. Сегодня Пётр поспорит со своим лучшим другом Юрием. Причина конфликта. Сердце прекрасной Жени, обещанное... По-моему, это мы в предыдущей серии всё-таки слушали. И пока никто не знает, чем закончится их противостояние, одно можно сказать наверняка. Воздух сегодня будет густо насыщен страстями. Вообще незнакомые фразы. Юра, я... Я никогда бы не стал просить лучшего друга ни о чём подобном. Не будь это так важно. Ты просишь меня расторгнуть помолвку с Женей? Ещё смеешь называть себя моим лучшим другом? Если что, пропадаете. Ну же, Юра, ты же знаешь, что она любит меня. Разве это моя вина? Не слушали всё-таки. Да ну! А Татьяна что скажет? А ваши родные, они знают, что ты хочешь отменить свадьбу ради Жени. Это же так прекрасно. Они... Им придётся смириться. И потерять наследство дяди Иосифа? Какой же ты наивный мёдор! Санта-Барбара, Бердер, это моё детство. Что ты имеешь в виду? Тебе родители разве не говорили? Этим утром было обнародовано завещание твоего дяди. Старик Иосиф, похоже, сыграл с тобой и с Татьяной свою последнюю жутку. Врёшь, скотина! Если бы... Там чётко оговорено, что вы с ней сможете унаследовать его состояние, только если поженитесь и проведёте в браке по крайней мере 10 лет с момента его смерти, если только один из вас не умрёт раньше. Вы прослушали премьеру серии «Реакторы страсти». Ну, короче, совсем до конца, наверное, это дослушивать смысла нету. К сожалению, да, я был тоже неправ, что нам дадут это послушать всего один раз. Дали и сейчас, так что... Ну, мы всё равно получили удовольствие, я сразу же вспомнил моё детство, когда там ко мне было лет 5, а может и больше, кстати, не помню. Были, по-моему, сначала богатые тоже плачут, потом просто Мария, а Санта-Барбара, она была вообще всегда. Вот «Дикую розу», кстати, я не очень помню, то ли у меня её никто не смотрел, то ли я её просто не помню. Наверное, она была не такая талантливая, как просто Мария. Так, мне больше ничего не нужно, мне только в шкаф нужно. Да? Мне, наверное, от него ключ дали? Или мне просто так в него теперь залезть можно? Да, наверное, дали ключ. Я по-прежнему не понимаю, почему у меня сердце Оскара с собой. Но, наверное, так нужно. Хотя я ещё не выложил предыдущую серию, может, мне это в комментариях объяснили, когда я задавался этим вопросом, но... Чё значит... Не так, но так. Кейт Уокер! О, не постеснялся всё-таки. Он идёт на запах одежды. Да ты неисправим, да? Ну, дай-ка мы тебя... Ну, мисс Уокер. Подразним. Хотя вообще это смотрится как-то очень страшно. Он стоит в такой позе, как будто он сейчас на меня пойдёт и... Кейт Уокер? Ну и будем считать, что он не одетый, так что можно только представить. Но он же наш друг. Оскар. Значит, ты всё-таки справился со своим комплексом? Лишь приличные одежды вернёт мне настроение. По пути я встретил волосатых и очень грубых низкорослых людей. Я опущу нас в мешке, которым подвергся. Не волнуйся так. Вот, посмотри в этом шкафу. Тебе должно что-то подойти. Интересно, это сделано, чтобы облегчить моё хождение туда-сюда, или чтобы просто... Как я выгляжу, Кейт Уокер? Да ты мужик! Ну, скорее всего, это чтобы не Кейт подобрала ему гардероб, а чтобы он, типа, сам сделал свой выбор. Ну, слушайте, он просто вообще... Кейт Уокер? Солгать идеально, э. А идеально и солгать-то вообще разное. Ну, мисс Уокер. Не, он мне реально нравится, пускай будет идеально. Весьма респектабельно, Оскар. Безупречно. Спасибо, Кейт Уокер. Теперь расскажите, пожалуйста, чем мне предстоит управлять. Посмотри сам на пристани рядом с нашим судном. Что ж, тогда встретимся там, Кейт Уокер. Отлично. Пока, Оскар. Значит, зря его не дали осмотреть так уж совсем. Ой, идите к Оскару на пирс. Да, только порадовался насчёт того, что игру... Комната настоящего подростка. ...решили немножечко сократить, и моментально же её и... ...снова удлинили, потому что нет, чтобы Кейт просто... ...в видео вставке пойти вместе с Оскаром. Нет, мне придётся за ним идти. Осторожнее в метро. Некоторые туннели затопило. О, новая фраза, кстати. Прикольно. Не, не хочу сюда опять застрянуть. Ну, пойдём, наверное, за Оскаром уж там. А там разберёмся. Я даже, наверное, на этот момент убыстрю. О, тут чё-то боится Ю-Кол на выходе. Это он Оскара боится или чего? Курк? Уже успокоился. Что ты делаешь? Ну, я просто... Позволь уточнить. Ю-Колы рассказали тебе, что у Катерины по радио идёт сериал? Нет, нет. Ты, конечно же, не собираешься тоже его слушать. Не может быть, чтобы это увлекло великого духовного проводника. Конечно нет, Кейт Уокер, я... Ты собираешься вернуться к своим людям и убедиться, что всё в порядке? Да, точно. И мне пора... До... До встречи, Кейт Уокер. Чё ты такая строгая вообще? Великим духовным проводникам тоже полезно иногда послушать Санта-Барбару. О! Ну да, я так и был прав. Почему-то уже присутствовали возможности разговора с этими двумя товарищами в предыдущей серии. Хотя завал ещё был завален. А теперь с ней можно говорить. Боятся шаману сказать, что от бубна у меня башка болит. Ха-ха-ха-ха. А, этот типа им ритм задаёт, а им этот ритм нафиг не нужен. И почему Ю-Колы вечно копать? Ну, потому что могу копать, могу не копать. И когда этого, кстати, вечно копали. Вечно копать. Нечестно. Ну, нечестно, значит... Такова ваша доля. Не, реально, а где они ещё копали? Ну, в принципе, и логики копать нигде нет. Ну, чёрт, снимем. Куда мне идти-то я уже забыл? Где тут вообще выход? По-моему, выход был куда-то сюда. Или сюда. Там точно метро. Нет, по-моему, не сюда. Да чёрт, я вообще этого убыстрить хотел. Но у меня опять... О, сейчас. Я думал, я с автобусом могу разговаривать, но, похоже, нет. Так, где, 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 где вы... О, кстати, здесь дырочка есть. Я нашёл щёлочку. Как говорилось в классике. Одного спортивного... Комментатора. Да, не нашёл. Вернее, я нашёл, но туда не пускают. Да, вот выход. И мы уже там... Почти, почти, почти скоро встретимся. Ай. Мне, кстати, интересно ещё посмотреть на скамейку, на которой сидел Оскар. А теперь Оскара там не будет. Может быть, там есть какая-нибудь... Какая-нибудь зацепка? Посмотреть, что было под Оскаром все эти 30 лет. Что он там сидел на этой скамейке. Я забыл, сколько лет назад у них-то авария на Барануре была. Авария Чернобыльская, 86-й, 96-й, 36-й. Ну, в принципе, да, около 30 лет, если у них тот же год, что у нас. А я, к сожалению, забыл, какой у них год. А ещё я забыл, как пробираться именно на ту часть. Потому что по пирсу туда идти нельзя. Да, я точно помню, там провал. Как-то, по-моему... По-моему, надо было, да, забираться на эту деревяху, а потом уже там проходить. Начал сюда, потом туда, кажется. И так можно будет пройти туда. Что-то у них один одинокий фонарь горит, хотя вроде светло на улице. Труп чей-то. Какого-то неудачного Оскара. Валяется. Так. Кейт, мы уже должны что-то найти. По-моему, эта машина была здесь. Куда она делась? Точно была там? Эй! Пойдите, это ещё и не та дверь. То есть я... А куда эта дверь ведёт? А, не, здесь я был. Здесь всё правильно, да. Здесь я был, сюда мне не надо. А машина-то была на пирсе? Или он имеет в виду на пирсе уже... Именно возле самого корабля. Потому что машина, где был... Была машина, где в спину автоматону должен был вставляться ключ, она была здесь. Вот, собственно, она. Я её почему-то не заметил. А, ну вот и Оскар её оседлал, всё нормально. Я бы не был настолько счастлив, если бы у меня в спине была железяка. Хотя для него железяка, как и для меня. А, Кейт Уокер, что предстоит делать? Это очень пошлая аналогия. Он сам из железа, и в него вставили железяку. Хотел сказать, что, ну, в принципе, это нормально, если бы, с другой стороны, подумал, всё равно было бы не очень рад, если бы меня сзади... Ну, мисс Уокер. ...вставили что-нибудь органическое. Ты разделся? Действительно, ты разделся. Напоминает сцену из Терминатора, из начала второй. Как здорово, что мы нашли тебе одежду. Всё дело в нюансах и обстоятельствах. А, точно. Нюанс. Одно дело гулять без одежды, и совсем другое обнажить ради дела механическую мускулатуру железного работника. Приказывайте, Кейт Уокер. Мне нужно, чтобы ты, используя трактор, вытащил кристалл на пляж. Справишься? Я был машинистом на поезде Форральберга, Кейт Уокер. С этим трактором я легко справлюсь. Но для успеха миссии мне потребуется ваша помощь. Какая? Во-первых, нужно привязать кристалл к трактору. Хорошо, Оскар. А ещё? Ну, вообще-то это всё. Поскольку, вопреки явной запущенности этого заброшенного района, трактор всё ещё подключён к сети электропитания. Если честно, Оскар, я восстановила электроснабжение в парке. О, эта предусмотрительность свидетельствует о вашей предприимчивости, Кейт Уокер. Угу, спасибо. Опять без контекста озвучивали. Надо было говорить, между прочим, Оскар, это я восстановила электричество в парке. Ну ладно. Так, а чем бы мне его привязать-то? Опять этими канатами электрическими? Но нет же, если я привяжу канатами электрическими, то, соответственно, у меня исчезнет электричество. Пока вы не подключите мою тележку к кристаллу, я бессилен. По-моему, в инвентаре у меня нет ничего, чем я мог бы подключить. Ну, пойдём прямо туда посмотрим, может быть, из него что-нибудь торчит. Собственно, да, по-моему, вот это вот и торчит. Этот трос отлично подойдёт для буксировки кристалла. Надо лишь его высвободить. Применять ничего нельзя. Как его высвободить? Попросить уколов? Они мускулистые, они всё сумеют. Вероятно, да. Без кейт-лока? Возьмите вон тот трос рядом с вами и прицепите его вон к тому трактору. Поняли? Да-да-да-ру-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Спасибо. Прям возьмут, прям прицепят. Он здесь намотается сам на себя. Если обратить внимание, как он лежал на этой штуковине, на которую был намотан. О, схранение было, ура! Параб серию заканчивать, но мало ещё сняли. Всё-таки давайте потащим. Хотя наверняка ещё не потащим. Сейчас ускору ещё что-нибудь понадобится. Может, мне ещё что-нибудь здесь сделать надо сначала, вот такого весёлого. Это было бы очень логично сюда вставить какую-нибудь маленькую пасхалку. Ну, лень искать. Да и вряд ли. Да, Кейт Уокер. Всё, он забыл, кто я такая. Тут всё в порядке, Оскар? Ну да. Думаю, ничто не мешает двигаться вперёд, Кейт Уокер. Тогда погнали. Да, Кейт Уокер. Погнали, я сказал. Давай, Оскар. Вперёд! Мне кажется, или у него некое подобие усов появилось. У меня так щёки отрисованы, мне показалось, что усы такие длинные-длинные. По всей логике этот пирс никак не должен выдержать машину, которая может тянуть такой корабль. О! Пейзаж красивый. А если этот кабель порвётся, то разнесёт Кейт Уокер на две равномерных части. Были такие печальные истории в истории буксировки. Стой, Оскар! Стой! Да, чё-то пошло не так. Не в ту сторону тянем, я так понимаю. Нет. Не выходит, Оскар. Кристалл лишь сильнее увязает в песке. По-моему, он не сдвинулся. Как досадно. Наш вектор тяги почти горизонтален. Нужно переместить трактор на большую высоту. Трос пойдёт под углом, и судно будет одновременно двигаться вперёд и вверх. Угу. Какой блестящий анализ, мой дорогой Оскар. Может, есть ещё мысли? Нет, Кейт Уокер. Но, думаю, стоит переместиться дальше вдоль пирса. Если вы ослабите трос, я отведу трактор туда. Ну, собственно, вот как раз эта проблема, насчёт которой я и говорил, что он там натянут сам на себя и не даётся. Хотя, видимо, это будет здесь. Ах, да. Решение. Решение проблемы столь... Не, не столь просто. Ага, надо всё-таки его, видимо, освободить там. Кейт так замечательно... Тьф. Пробегает сквозь этот трос. Решили не рисовать ей анимацию перепрыгивания через него. Но мне кажется, это дикая геймплейная недоработка. Ну, некрасиво же. Причём явно видно, что это люди просто не попытались. Было плевать. Ладно. Печально это всё, печально. Просто не может быть такого, чтобы они не думали об этом моменте. Они его явно видели. Тут не может быть иначе. Так, могу ли я его... Кстати, похоже, я его там-то не могу ослабить, да? Похоже, да. И столько этот юкол мне не поможет теперь с этим. Свет, вернуться в парк! Нет, этот юкол мне не поможет. То есть, понять, я всё-таки кабель тащу, который вот там натянут, или вот этот? Судя по всему, который там натянут почему-то внезапно. И с этой стороны я ничего сделать не могу. Да? Кейт, иди. Иди сюда, я хочу проверить, что с этой стороны я ничего сделать не могу. Бывает так в жизни. С какой-то стороны нельзя. Сколько это можно? Поворачивайся. Идём. Идём, идём, идём. Смотрим. Натянем сейчас. А, не, нам не натянуть. Не натянуть, нам ослабить как раз надо. Ну, собственно, чё я могу сказать? С этой стороны... Его вообще не отрисовали. Так что с этой стороны явно не надо делать. Его действительно не нарисовали просто здесь? Типа, никакой идиот сюда не пойдёт смотреть, и всё? А, не, вот он, кажется, всё-таки, да? Ну, хотя бы так, хотя бы ладно, а то я боялся уже, что вообще от рук отбились под конец игры. Мне, правда, почему-то всегда кажется, что игру делают так логично. Начало делают в начале, конец в конце, но, скорее всего же, это как с фильмами. Там снимают просто удачные моменты, когда к этому более удачный... Более удачная возможность. Хотя вот далеко не факт. В фильмах-то зависит от состояния актёров, от чё-то ещё, от пейзажа. Здесь, в принципе, без разницы, как рисовать, наверное. Так что, может быть, именно в хронологическом порядке это всё рисуют. О чём не всё? А-то просто что-то вставить надо, и всё. А, ну, естественно, ключ. Я об этом ключе думал-ка только отошёл отсюда, но подумал, что, может быть, нет. Ну, видимо, да. И всё, теперь можно крутить. Не знаю, насколько... А, ну, собственно, он не... То есть, ты хочешь сказать, этого еле-еле метра хватит на то, чтобы у нас всё получилось. Ну да, теперь это даже нельзя трогать. Ну, дубль два. Да, Кейтлокер. Не буду я у тебя совета просить. Вперёд! И так всё понятно. Немного нравятся эти механические звуки, но почему-то напомнило, как терминатор в последнем. Хотя сейчас сложно говорить, какой будет последний терминатор, когда вы это будете смотреть через пару лет. В пятом, по-моему, да? Ну, в генезисе, короче говоря. К терминатор улыбался. Ещё один другой способ. А чё произошло-то не так? Ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку... Ага. В одиночку мне этот трос не отсоединить. А чё случилось? Это задача проста, Кейтлокер. Вы должны найти способ отбуксировать кристалл. Я именно так и думала. Спасибо за объяснение, Оскар. Но я же уже... Всегда пожалуйста. Я уже и забыл, как исключительно приятно было направлять вас по правильному пути. Ладно. Давайте на этом немножко закончим и продолжим в следующей серии. Это был Курящий из окна. Смотрите, подписывайтесь. До свидания. Пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!